На этой неделе губернатор Станислав Воскресенский встретился с волонтерами. Добровольчество в нашем регионе чрезвычайно популярно. Безвозмездно и от чистого сердца творят добро более 28 тысяч человек. А потому принято решение создать в Ивановской области ресурсный центр поддержки волонтерства. Мы добились федеральных денег на создание этого ресурсного центра. Наша Ивановская область стала одним из победителей всероссийского конкурса «Регион добрых дел». И в следующем году нам будет выделено для этого 9 миллионов рублей. Но что я хочу вас попросить. Как говорится, инициатива у нас наказываема. Раз мы ресурсный центр будем делать, я хотел бы с вами обсудить, и чтобы вы приняли активное участие в работе этого ресурсного центра. Что он должен делать реально, кто там должен работать, на что, прежде всего, обратить внимание. Я помню, при наших предыдущих встречах были самые разные мнения. Я вас прошу по полной подключиться к созданию ресурсного центра. Добрые сердца, улыбка, шаг навстречу, радуга – все это название объединения серебряных волонтеров. В четверг в Вичуге состоялся третий областной слет добровольцев в возрасте 50+. Зал даже не смог вместить всех желающих. А все потому, что армия серебряных волонтеров за два года увеличилась в пять раз. Посвятили свою пенсию добрым делам 558 человек. Наши волонтеры, они имеют большой жизненный опыт. Это люди, которые уже состоялись в своей профессии, состоялись в семье. И они со своим опытом, со своим багажом знаний, они как раз, наверное, и имеют такое превосходство над молодыми волонтерами. Потому что им есть что сказать, есть что рассказать. Они знают, какие проблемы у нас в регионе. Они знают, какие люди больше всего нуждаются в помощи. Они располагают, конечно же, временем. Что у молодежи зачастую не хватает. Наши волонтеры, они жертвуют своим временем и помогают всем нуждающимся гражданам. Задача слета – подвести итоги, поделиться впечатлениями и опытом. Татьяна Корнаева вместе с другими добровольцами посетила в начале декабря Международный съезд волонтеров в Сочи. Там серебряных волонтеров окрестили драйвером межпоколенческих связей. Ну, впечатлений, конечно, очень много. Во-первых, этот форум международный, очень много было представителей различных стран. Было очень много молодежи, были серебряные волонтеры. Мы завели новые знакомства из различных городов нашей России. Это очень интересно узнать, как добровольцы работают в других регионах. А потом мы с вами даже рассказывали о своей работе, и многие были заинтересовались нашей работой. Я дала свои, так сказать, реквизиты. Мы будем продолжать общаться и обмениваться опытом. Опыты и интересных идей много и внутри региона. Лучших наградили в рамках областного конкурса. Проект «Бабушки и дедушки читают сказки» принадлежит волонтерам из родников. Они посещают детские сады, школы, интернаты и читают детям русскую народную литературу. Сейчас записали диски, раздают всем желающим. Бабушки и дедушки вкладывают всю душу, прочитывая эту сказку. Не торопятся. Может быть, родители и читают сказки, но очень часто родителям заняты бывают. А тут бабушка и дедушка прочитают. Мне кажется, это очень ценно. А это проект уже вичугских волонтеров. Называется «Дед плохому не научит». Тоже придуман для детей. Волонтеры и сказки почитают, и в быту помогут. В команде, правда, пока только двое дедушек ищут компаньонов. А вот сейчас будем показывать дедам, у которых нет внуков, а может будут в будущем. Как научить детей приворачивать трубы, как обращаться с лампочками, как перед этим выключить лампочку или вернуть. Ну, все самое обыкновенное, самое простое, доступное. А это добровольцы-театралы. Коллектив из Заволжска называется «Вернисаж». В нем 20 постоянных актеров. Самому старшему 85 лет. Как рассказывает руководитель студии Раида Себогатова, все нынешние коллеги-артисты когда-то потеряли себя. Вышли на пенсию, заскучали. Спасение пришло через искусство. Теперь спасают других. Проекты у нас замечательные. Вот недавно мы закончили проект «Театральный позитив». Когда мы ездили в дома престарелых, показывали. На дом ездили люди, которые в бывшем работали в культуре, и вот они стали забыты. А до этого был у нас очень хороший проект «Живи деревня». Вы сами знаете, какие сейчас деревни запущены. По три-четыре дома. И вот мы с концертами, с нашими спектаклями приезжали. Приходили бабушки, дедушки, молодые. Бывало так, что зрителей всего пять человек. Но видя их вот такие восхищенные, благодарные лица, мы сами уезжали со слезами оттуда. И с желанием им хотя бы морально вот таким поддержать и помочь. Я считаю, что наш коллектив очень нужен. Опытные, активные, мудрые. Они охотно делятся своей энергией с молодежью. Хотя кажется, что должно быть все совсем наоборот. Тем не менее, только за этот год в мероприятиях, организованных серебряными волонтерами, поучаствовали около пяти тысяч человек. Получается, десять человек на одного серебряного волонтера. Такая арифметика – прямое доказательство того, что быть полезным и нужным для общества никогда не поздно. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова, Вичуга.